Мир вам, братья и сестры. Сегодня память апостола Матфея. Это один из двенадцати ученик Господа. На картине Леонардо да Винчи «Тайная вечеря» он вот так вот с пальчиком поднятым стоит. Если для вас смотреть, то с правой стороны, вот так вот от Иисуса справа, ну, для вас справа. А в самой пространстве картины, как бы слева от Иисуса, когда Господь говорит «Аминь, голова и воли вам», «Один от вас предаст меня», то Матфея их спросит «Один?» То есть не больше, может быть, все предадут. Это один из двенадцати учеников Господа ближайших, который стал первым христианским писателем. Христианство вообще-то не письменная религия изначально. Христос в них не писал и говорил устно. То есть устный жанр, что называется, вот эта проповедь благовествования устное, оно лежит в основании христианского бытия. Но апостолы, их же было много, но писали далеко не все, и вот они на каком-то этапе начали писать, их просили, записывай нам то, что ты говоришь. И вот он составил первое Евангелие восемь лет спустя после воскресения Господа Иисуса. Значит, это говорит нам о том, что церковь была, уже долго существовала, уже восемь лет – это долгий срок. Но написанных источников веры у нас не было, тогдашних христиан. То есть была живая проповедь свидетелей, очевидцев жизни Господа, его страдания, его воскресения. Они благовествовали, как бы напоенные вот этой вот правдой всего того, что было с Иисусом Христом. А потом появились книги, которые заменили нам живых свидетелей. И мы изучаем теперь эти книги. Матфей был первым, он был еврей, поэтому его Евангелие насыщено ссылками, соотношением с текстами Старого Завета. Он постоянно говорит, так было, потому что пророки сказали, так было, потому что надо было, чтобы исполнились слова пророков. Он там цитирует Еремею, Исаию, Захарию и так далее. В сегодняшний день надо найти время открыть Евангелие от Матфея и прочесть из него одну-две главы вспоминанием о здравии и упокоении своих близких, родных, живых и усопших. Это будет правильно, это будет достойное почитание памяти святого апостола. Это будет значить, что его труд не пропал даром. То, что он написал, нам интересно, нам это важно. И мы, христиане, этим занимаемся. И так нужно делать в память Луки, в память Иоанна, в память Марка, в память Исаии, в память Иеремии, в память Моисея. То есть нужно читать книги, которые написаны их рукой или говорят о них. Чтение Писаний – это вообще корень бессмертия и великое училище страха Божьего, веры, очищения для суетного ума и оскверненного похотями сердца. Ну а теперь, возлюбленные о Господе, с Божьей помощью мы пройдемся по вопросам, которые вы задали, кто-то из вас, на пользу себе и всем остальным. Я просмотрел их. Там есть некоторые интересные вещи. Иван спрашивает, существует ли мытарство после смерти? Прочитал о 20 мытарствах и теперь боюсь, что не смогу их пройти. Можно ли строить исповедь по мытарствам? Есть такое житие Блаженной Феодоры, и там описывается ее путешествие загробное. На этой теме вообще есть даже уже такая фэнтези-литература христианская. Вот «Мои загробные приключения», такая книжечка, такая очень достойная, кстати, книжечка, где описываются душевные события, события с душой, после того, как она ушла из тела. Ну и смотрите, как бы совершенно очевидно, что падшие духи сохраняют в себе черты потерянной иерархии. То есть они когда-то были там началами, властями, господствами, силами, ангелами простыми, и они сохранили в себе свойства своей природы и теперь составляют некую перевернутую иерархию. То есть в аду тоже есть иерархия, например, тюремная, зоновская иерархия, там тоже свои есть. То есть паханы, шестерки, вертуха и всякие, там все выстроено как бы в свою такую структуру. Без структуры человек не живет. Эта структура бывает либо райской, либо адской, но структура должна быть. Поэтому есть падшие духи, мы с осторожностью об этом говорим, крест Господень и молитвы Богоматери покроют нас от всякого зла, но, конечно, бесы не все квалифицируются на всех вопросах, как и воры. Не все домушники, не все медвежатники, не все щипачи. Один тягает по трамваям кошельки из карманов, другой сейфы вскрывает, третий в форточки залазит. То есть у них есть свои профессии, то есть нет универсальных воров. И также в этом падшем мире перевернутом, они не все всем занимаются, но один есть там без какого-нибудь там воровства, там без азартных игр, там без там блуда, безусловно, там их там, наверное, больше всего этих бесов. Поэтому они все там расположены какой-то такой в своей страшной иерархии, повторяю, еще раз Господь дохранит нас от всякого зла. И потом, когда человек попадает душой в область ему сродную, в духовную сферу, они встречают его. Это, собственно, мытарство, это таможенные пункты. Мытник – это мытарь, это таможенник. И ты идешь, например, к цели, а тебя останавливают, или там, вскройте ваш чемоданчик, там, поднимите руки, мы вас просветим, там, как в аэропортах, например, да, там Адам вам говорят, а вы сапоги снимите, например, там, женщине. Мужчине обычно не говорят, женщина на каблуках там, может, у него что-нибудь там в каблуках там, в этих, значит, спрятано-то. Ну, это вот такие досмотры, пункты досмотра. Таможня такая. А что у вас в сумочке? Выверните эти карманы, все железное положите сюда, проходите, там, пи-пи-пи, там, все, остановка. Вот они будут, значит, они спрашивают, как бы, тебя, останови, там, допустим, там, без какой-нибудь там непрощенных обид. Скажет, эй, ты куда собрался? К Богу? А ты же не простил там этого, 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 этого. Да? Всю жизнь. Мог, но не простил. Я же знаю тебя. Вот у меня тут написано все. Какие-то хартики-то имеют. Или там какой-нибудь там без, какое-то немилосердие там, или там отмщение там, или того же блуда. Там, как бы, говорит, опа-па-па-па-па, стоп, иди сюда. И начинается он. Вот. Конечно, здесь можно в это дело, как бы, погрузиться, как бы, вся жизнь потеряет смысл. То есть, если мы в это дело окунемся, как бы, вся жизнь предстанет перед нами, как бы, такая, такой, как пережженный сахар такой, такой невкусный станет. И надо с этим делом осторожно себя вести, потому что можно строить исповедь по мытарству. Можно. Чтобы вас, как бы, не нашли, не зацепили вас этими крючками, как бы, на мытарстве, да? То есть, если, например, я чувствую, что я вот в этом вене, вот в этом вене, значит, я должен специально ради этого, там, умножить милостыню, там, какие-то слезы пролить, там, какие-то, значит, псалтирь почитать. Ну, чтобы я приготовился, чтобы, как бы, я заплатил на этих мытных переходах. Показал. А я вот это делал. А-а-а. Ну, иди дальше. Вот. Но это, может быть, не очень распространенная вещь, и хорошо, потому что иначе можно так, как бы, у людей слабая психика. Они там, фильмы ужасов, они смотреть привыкли, про то, как там зомби, там, из могил повылазили, как бы, там, и в дверь тебе стучатся. Как бы, эту дурость, как бы, все смотрят. Ну, не все, конечно, да, слава богу, но многие. А вот если реально какой-нибудь, там, какой-нибудь придет тебе, то там, как бы, во-первых, портки испачкаешь, во-вторых, еще и кукушкой двинешься. Так что здесь люди, люди слабая психика, поэтому не надо этим заниматься специально. Не надо. Расскажу вам одну историю, которую я читал из рассказа про монахов Троисергиевой Лавры. Какой-то диакон отслужил литургию со священником, насельник Лавры, значит, это было где-то в 19 веке, это вроде унилуса описывается. И потом пошел в свою келью и открывает двери кельи, как бы вдруг, ну, упал замертво. Значит, сердечко остановилось, что-то вот бог приказал, как бы, ну, все. И его так, с поспешностью, так его, как бы, так вот умершего, там, его отпели, похоронили, там, монахи были, все очень недоумение, как-то внезапно умереть. Это вообще очень страшное зрелище, когда внезапно умирает человек. Обычно, если люди бывают свидетелями внезапной смерти, они после этого уже не остаются в миру, они потрясены, они уходят в монахи. Так было у Федора Саноксарского, который был сержант Преображенского полка Лейбгвардии и Величества. И они однажды, в пирушке, там, помер там мужик внезапно. И он так перепугался, что он стал монахом на всю жизнь. А есть такой Павел Грязнов, в этом самом, Павлова посаде, значит, под Москвой, в Богородске, там, рядом. Он тоже, как бы, там, мужики, там, после работы, фабричные крестьяне, там, ели пили, маты гнули, как бы один там что-то там выпил, закусил, как бы матерно ругнулся и бух, свалился колом, как мертвый, в секунду. Так все перепугались, что там этот Павел, как бы, он вообще бросил все. Короче, этот монах внезапно умер. И потом его там отпевали, хоронили, а священник, что с ним служил тоже монах, как-то он ему во сне приснился, этому священнику, там, или пришел к нему. Он говорит, ну как ты, говорит, как ты эти мытарства прошел? Слышите, вы про мытарства спрашиваете? Он говорит, прошел, как молния. Говорит, почему? Говорит, ради пресчищения божественных тайн. Потому что он отслужил, пресчастился, еще ни с кем не успел не поругаться, не поссориться, ни какой-то там ерундой, там, поговорить, там, поболтать. А поговорить, знаете, как у нас такое? У нас прямо в храме стоят, и лясы точат постоянно, уже хоть палку бери. Как бы, значит, уже столько раз уже просил, кричал, умолял, плакал. Значит, ничего не помогает. Стоят, треплют языками к луше. И мужики, и бабы, чесальщики языков такие. В храме болтают, теряют все, теряют духа святого. Да. А тот не успел потерять. Отслужил, причастился, разоблачился, пошел в келью, готов. И как мытарство? Как ракета. Почему? Ради причастия бессмертных, живых, христовых тайн. Так что, вот смотрите, вот здесь спасение. А так, если вы начнете погружаться в эту тему мытарств, вы так перепугаетесь, честно говоря, раньше времени, как бы, значит, что вам трудно будет жить. Поэтому умножайте милостыню, читайте Писание, не оставляйте церковь и не парьте мозги раньше времени. Так вам по-грубому скажу, я вынужден иногда грубо говорить, потому что люди не понимают. Вот язык Тургенева непонятен. Вот язык Толстого это вообще почти французский, почти немецкий. Айна колонна шпатсирен. Вообще непонятно ничего. А вот скажешь им тут вот так вот тебе, и сразу, о, я понял. Ну вот и все. Вот и не заморачивайтесь. Знаете, что это есть? Как мы пишем там, в Псалтире читаем, там, страшно бы и грозно место имам пройти от тела разлучився. Помните, да? Дальше там множество меня, мрачное и бесчеловечное демонов срящет, встретит. И никто же в помощь, спутствуя или избавляя. Ну как ты шел по лесной тропинке, вдруг, значит, выходили из избы здоровенные жлобы. То есть выходит как бы со всех сторон, как бы такие, опа, ты наш, пацанчик. Как бы мы тебя тут ждем. И ты, а-а-а-а, пистолета нет, как бы, значит, сигнальной ракеты нету, как бы телефон тоже сел, батарейка. Бежать не могу, драться не получится, как бы их много. Ну и все. И вот мы должны пройти сквозь такое плотное облако этих каких-то бесчеловечных гадин всяких, которые хотят нас съесть. Иисусе, Сыне Божий, помилуй нас. Живите с верой и запасайтесь добрыми делами на долгую дорогу, на длинное путешествие. За гробом никто не шутит. Там вообще улыбки стерты. Там нечем улыбаться. Там все очень серьезно. Так что, хороший вопрос. Спасибо вам, Иван. Мир вам и благословение Божие. Дмитрий пишет. Как правильно понимать слова Спасителя? Если кто хочет идти за мной, отвергни себя, возьми крест свой и следуй за мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее. А кто потеряет душу свою ради меня, тот обретает ее. Матфея 16, глава 24-25. И вопрос Дмитрия такой. Крест свой это выбор профессии или здесь другой смысл? Сам учится Дмитрий на учителе истории. Уважаемый Дмитрий, здесь о профессии не говорится. Здесь говорится о способности и готовности на самопожертвование и нанесение своего креста. То есть, например, вы, скажем, вот вы учитесь на учителе истории. Какие-то предметы вам даются хорошо, например, а какие-то предметы просто вам в голову не лезут. Вот, это и запомнил, это понял, в этом разобрался, например. А, скажем, там, условно, там, философия, или иностранный язык, или еще что-нибудь такое, или источника ведения, но не понимаю, да? Это, в принципе, ваш крест, потому что, если я чего-то не могу, это мой крест. Если, например, я, как зайчик, попал под трамвайчик, так и зайчику, трамвайчик там отрезал ножку, например, и я там с костыликами хожу. Это мой крест. Вообще-то я должен ходить на двух ногах, так Бог людей создал. Но почему-то у меня, значит, либо одна нога, короче, либо ее вообще нету, либо она засохла, как бы, вот я хожу с палочками и костыликами, значит, это мой крест. Вот. Или, например, я вот до недавнего времени читал ночью лежа, как бы, значит, и все видел. А на каком-то этапе я уже, как бы, должен надевать на себя вот эти стекла, потому что я уже не вижу. Это, в принципе, тоже крест. Ну, маленький, конечно, но крестик. То есть, всякая неприятность, которая мне не нравится, но она есть. Это мой крест. И надо нести свой крест. Есть крест старости, есть кто дожил до старости, есть крест одиночества, кому не случилось там найти пару, там, или он потерял ее там в силу разных причин. Там есть крест гонений, например, там, за правду или гонений за грехи. Ты нагрешил, тебя гонят, как бы, ну, терпи, как бы, и так далее. То есть, это всякие неприятности, да, это крест. Его нужно нести. Христос нес на себе крест, в котором соединяются все кресты человеческие, все наши скорби. Но он и сам, в общем, не очень весело жил. Он не имел, где головы преклонить. Он ел очень простую пищу, он ходил пешком туда-сюда по всей Палестине, его вечно гнали и ловили убить. Хотели его убить. То есть, он в страхе прожил и в напряжении нервном, как бы, постоянном, в одиночестве, никем не понят, и никому не нужный. Прожил годы своей проповеди. Ну и потом, сколько он перенес. Так что, вот крест. Это, значит, надо нести на себе добровольно и покорно те сложности, которые мы не в силах изменить. Если можешь изменить что-либо в своем положении, то лучшим воспользуйся. Но если не можешь, значит, надо смириться. Значит, и надо быть готовым на самопожертвование. То есть, на то, чтобы погубить душу свою, то есть, пожертвовать жизнью своей, другими словами. Это вот прямой путь к тому, чтобы найти душу свою и во Христе, Иисусе, Господе нашим, жить вечно. Вот об этом говорится в 16 главе 24-25 стихи у Матфея. А вы здесь в плане вот учителя истории здесь как бы любая профессия хороша. Кем бы вы, на что бы вы ни там постигали, учили, поэтому у вас будет некая власть над умами. Да. Вам надо, конечно, учиться хорошо. То есть, нужно грызть первоисточники, читать интерпретации, там, изучать там все-все-все, там, хорошо знать и древнюю историю, и медиавистику, и современную историю. Это нужно все, конечно, знать, потому что история – это магистр Вита, это учительница жизни. И историческое знание – это вообще величайшее благо для людей. Люди, которые не знают прошлого, они, конечно, примитивные. Вау-вау-вау-вау-вау-вау. Дайте дорогу. Если там начинают изучать там историю искусств, начинают ее с Энди Уорхола, у них сразу бам! Модернизм, постмодернизм. Другого они не знают. Это ущербные люди. Надо знать историю, историю всего. Историю костюма, историю архитектуры, историю науки, историю политическую, историю военную, историю быта, нравов, историю религии. Это вообще величайшие знания, конечно. Поэтому вам надо учиться хорошо. Потом вы будете где-нибудь в школе преподавать, или в институте преподавать, или книжки писать, и будете деятельно изменять сознание людей. Будете открывать им глаза на те или иные исторические процессы. Это вообще великая задача. Но об этом здесь не говорится. Потому что крест и жертва души, потеря души добровольная, это имеется в виду терпение скорбей неизбежных и способность к самопожертвованию. Собственно, самые тяжелые вещи, которые есть в жизни. Это терпеть и жертвовать собой. По-моему, больше ничего тяжелее нет. Они заповедны Евангелем. Иван пишет. В однодневные посты не смотрю телевизор, соцсети и прочее. Как быть в многодневный пост? Не представляю себе, как мне быть без этого 40 дней. Как соблюсти тогда духовную часть поста? Вообще, дорогой Иван, имя ваше означает Божественная Благодать, Йоханан, дорогой человек, названный по имени Божественная Благодать, вообще вы хороший парень. Если вы в среду и пятницу приучили себя не смотреть в соцсети и телевизор и т.п., то вообще я бы хотел ваш маленький опыт скромный сейчас, как пишется, трубу к устам твоим раздуть, растиражировать на всю Вселенную Ильика хватит силы. Слышите, что делает Иван? Он верит в Бога и чтит Господь. Не просто верит, потому что вера это такое в современном понимании это такое интеллектуальное занятие. А он чтит Бога, он богочтец. И он в среду и пятницу не лазит в соцсети и не смотрит телевизор. Аллилуйя, молодец. Так нужно и другим делать. Это будет деятельная экология ума. То есть ты будешь очищать сферу своего ума от этого мусора, пластика, бумаги и битого стекла, которым засоряется наша мозговая деятельность при помощи некритичного открытого положения к информации. Это очень хорошо, что вы его... Теперь как делать 40 дней? Значит, смотрите, во-первых, я посоветую вам так. Не будем замахиваться на 40-дневное умственное воздержание. Потому что это сегодняшнему человеку тяжело. Давайте сделаем так. сохраняйте среду пятницу полное воздержание от информации вот этой всей соцсети и телевизора. Это пусть у вас сохраняется. То есть не понижайте в святости. Аминь. Дальше. Добавьте сюда такой же такой же понедельник. То есть тоже такой стерильный день от соцсетей и телевизора. Понедельник, среда, пятница. А в оставшиеся дни выберите себе сами ограничения по времени. То есть час, два, там, Но если это будет восемь часов, это будет too much. Это будет слишком много, да? А если это будет час, два, три, это терпимо. Поэтому вот добавьте к среде и пятнице понедельник. Это мой совет. Это не приказ, это не святоотеческая максима. Это не какой-нибудь там вычитанный в книжках какой-то рецепт. Потому что в книжках этого не найдете. Раньше не было соцсетей. Если бы Василий Великий жил во времена соцсетей, он бы нам что-нибудь такое святоотеческое посоветовал. Но не было этого, к счастью, для Василия Великого. Поэтому добавьте, это мой совет, к среде и пятнице понедельник вот такого строгого воздержания умственного. А остальные дни выберите себе рамочное, рамочное временное ограничение. Час, два, три. Да? И я Вам должен сказать, ну, конечно, я сейчас шутку скажу такую, это, кстати, доводя до абсурда, как бы, если Вы так будете жить, можете колбасу есть каждый день. В том смысле, что в колбасе нет мяса. А еще в том смысле, что колбаса будет не страшна. Если у Вас будет сфера ума чиста, если Вы будете чисто мыслить и чисто, ну, насколько это можно человеку, чисто обращаться к Богу и к людям, к Богу с молитвой, с людям, с общением, то вообще остальное, там, эти чревные штуки, они как бы потеряют свою актуальность. Потому что чрево для пищи и пища для чрева, но Бог и то, и другое упразднит. Так что, ну, конечно, Вы будете поститься, поститесь, конечно, не ешьте там того, сего там, воздерживайтесь в этом. Безусловно, это не поощрение к нарушению поста, нет. Но я просто говорю, что ум важнее, чем чрево. Нам же пишет слово Божие, что всякая пища вмещается в чрево и афедроном исходит. И до свидания. Ну, понятная физиология. И это не оскверняет человека, а оскверняет его то, что исходит из сердца. Так что, Вы, дорогой Иван, молодец, мне приятно получить такое, в общем-то, письмо. Мне кажется, оно вообще важное для всех, потому что здесь есть некий путь. А как я смогу от этого все отказаться? А тебе не нужно от всего отказываться. А ты вот соблюди среду-пятницу, например, да? Или там хотя бы пятницу там для начала. А потом, может быть, среду-пятницу. Потом кто-нибудь больше, там еще больше. И по времени ограничься, и по контенту ограничься, да? То есть этого я не смотрю. Вот это смотрю, ну ага. В общем, здесь это важная тема, которая ведет как бы к умственной свободе. Потому что мы же все беспокоены свободой. Свободу? Свободу попугаю, свободу Юрию Деточкину. Всем свободу, понимаешь, такое. Всем свободу, короче. А настоящей свободы мы и не нюхали. Настоящая свобода – это когда ты половину хлебца добыл в пищу, тебя согрело скромное жилище, ты раб ничей, и господин ничей, воистину везет тебе дружище. И никто не насилует тебе мозг, никто не по мозгам трактором тебе не ездит. Как бы это свобода. Евгений пишет, «Мой друг при разговорах об истинности православия со мной часто приводит аргумент, что книги Библии и жития святых, и вся история мира переписывались на протяжении веков, и все, что есть сегодня, это ложь, перемешанная с правдой в неизвестной пропорции». Что можно им на это ответить? Так, Евгений. Значит, вашему другу можно ответить следующее. Существует такая наука, текстология. Это наука. Там они углеродным анализом просвечивают листы бумаги или пергаменты, на которых написано то-то и то-то. Они делают химический анализ красок, которыми это сделано. Они изучают клинописи, рукописи, берестяные грамоты. Они работают с текстами так, вообще, как вирусологи не работают с этим ковидом. Они реально вот этим всем копаются. И должны вам доложить, вам, а вы доложите это Евгению, или включите потом ему запись этой нашей передачи, что текстологи, самые дотошные, самые упертые, самые, даже скажу так грубовато, упоротые текстологи, они согласно говорят Евангелие тождественно самым древним списком. Кстати, эту вот штуку, эту идею вашего, Евгения, вашего товарища, часто выскажут мусульмане. Им так говорят в масджидах, в мечетях, значит, что якобы христиане подложили, изменили там, значит, и Тору, и Инджиль, и что у нас есть подложные книги? Ложь, это неправда, значит, кумранские рукописи, которые были открыты в 100 веке, они просто с очевидностью доказали, что древние списки Евангелия с кумранскими рукописями, с позднейшими списками Евангелия, тождественны. Более того, в учебниках по текстологии есть такие учебники по текстологии. Например, такой Мецгер, такой был, он и не покойный, такой известный, ну, судя по фамилии, наверное, австриец, такой был известный текстолог, может быть, самый известный в христианском мире текстолог, он прям там зубы стер до корней, как бы, значит, разбираясь каждой буквой в Писании и прям доказывая, что древние списки тождественны современным. Об этом, этим занимаются серьезные ученые, очень серьезные ученые, которые исчисляются сотнями, а иногда тысячами. И там даже такая мысль есть, что до нас сегодня, ну, после, например, уничтожения Александрийской библиотеки, не дошли, почти не дошли вообще тексты, например, Платона, которые хранились в Александрии, или тексты, скажем, там, Фукидида, или тексты Гомера, ну, Гомера, ясно, там, Гомер говорил устно, там, потом за ним позже записывали, там, ну, от таких, например, Эсхила, Сафокла, там, драматургов, там, значит, комедиографов, там, да, римских, там, разных писателей, там, Плафта, там, и кого-то еще, не дошли почти, что мы это все имеем в переписке, как бы, если мы поднимем вопрос, например, о тождественности современных, например, списков платоновых диалогов, там, с оригиналами, там, которые были утрачены, то у нас может возникнуть там какое-то, а не вкрались ли сюда какие-то там добавления, и этих проблем у нас вообще нет, когда мы читаем писание, это вам текстологи скажут, покажите вот этот кусочек нашей беседы, этому вашему сыроумному человеку, который типа что-то знает, на самом деле, что он, в чем он разбирался, где он покопался, какие часы он просидел в библиотеках, там, куда он засунул свой нос, так, по-настоящему, так, нырнул поплавать, куда, он просто, сказал, как будто такую, отмазку такую, это он просто отмазывается, чтобы не читать, люди, которые так говорят, они просто отмазываются от того, чтобы не читать эти слова, что когда вы начнете их читать, эти слова вас осудят, они вас возьмут за плечи и поставят к стенке, прямо на расстрел, и скажут, ты виноват, читай, читай еще, переверни здесь читай, дальше читай, и ты почувствуешь, что ты на суде стоишь, ты стоишь на суде Божьего Слова, этого не хотят, интуитивно этого боятся, вообще люди не ходят в церковь, и не молятся Богу только по одной причине, на самом деле, в тайне глубине души они знают, что Бог есть, и что все это правда, но они знают, что им нужно в жизни многое поменять, если я начну молиться открыто, ходить в храм открыто, мне придется поменяться, я не смогу быть таким, каким я раньше был, и этого они как раз не хотят, так что, что касается текстов, познакомьтесь еще параллельно, уважаемый Евгений, и с другом в вашем месте познакомьтесь, как к переписыванию текста относились евреи, когда не было печатного станка, в особенности, сойферы, переписчики, сойферы, вернее, не вот так писали, справа налево, они, если бы делали три помарки, в целом тексте Торы, три помарки, то весь текст Торы нужно сжечь, он не работает, должны были аккуратно каждую букву и писать этим квадратным уставом, когда они писали имя Божие, Элохим или Яхве, то они переодевались в чистую одежду и омывались водой перед этим, а потом говорили, Господи, благослови, я пишу Твое святое имя, и писали имя Божие, и потом, или в этот день больше ничего не писали, или там, они годами переписывали каждую книгу, каждый свиток Торы, и они точнейшим образом соблюдали все, что там написано, а иначе как бы в еврейских книгах мы нашли страшные угрозы для евреев, кстати, что в еврейских книгах написано, то, что Бог сказал Моисею про евреев, что вы не исполните мой закон, это книга второзакония, последний главный, вы нарушите все, что я вам сказал, и я накажу вас за это, и там перечисляются страшные наказания, все казни египетские, которые были на египетях, на вас на виду, если раньше один из вас гнал сотню, а два из вас гнали тысячу, то теперь тысяча ваших будет бегать от одного вашего врага, и шум падающего листа будет пугать тебя, и ночью скажешь, быстрей бы утро, а утром скажешь, быстрей бы ночь, и жизнь твоя будет висеть перед тобой, это, видимо, о Христе распятом сказано, жизнь твоя будет висеть перед тобой, и ты будешь как бы таять, отскорбить, там страшные слова, но они, они, в этом нужно просто снять перед ними шляпу, единственный народ в мире, которые знали, что это Слово Божие, его нужно переписывать буква в буква, если бы это, например, ну, простите меня, если бы нам дали такое великое откровение, мы бы в течение десяти, пятнадцати, сорока, столет, переписали бы его, мы бы там смягчили, там закупюрили, там взяли в скобки, там растолковали бы по-своему, потому что нам было бы неприятно читать это, что вы русские, когда креститесь при князе Владимире, вот будет у вас то-то, то-то и то-то, но если вы не сделаете то, что нужно, то я вам сделаю вот это, вот это, вот это, мы бы этого не смогли переписывать, нас бы совесть не позволила, потому что наша совесть чахлая, и мы бы это все изменили, а евреи, молодцы, они столетиями переписывали проклятие в свой собственный адрес, потому что они знали, это Бог сказал, этого менять нельзя, представляете, какой он и подвиг совершили, а ваш дружок говорит, что там, понимаешь, обманули, искривили, эх ты, ты понюхай сначала, чем вообще правда пахнет вообще, почитай немножко, подумай, поболей, поплачь, походи, помолись, чтобы ты понял, что такое Библия, что такое Святая Библия, сколько, почему ее не было 400 лет после Воскресения Христова, а на Западе 450 почти, что как ее собирали по кусочкам, как ее выверяли, вычищали, в том смысле, что смотрели, где апокриф, там, где предание старцев, там, где ложно подписанный текст, как церковь четыре столетия собирала воедино святые свидетельства о Господе, как у нас появился этот вот Новый Завет, дополнение к Ветхому, откровение, и как потом, когда понаходили старые рукописи, оказалось, что это и это одно и то же, а это бла-бла, это все, это мало ли, что кто скажет, кто ничего не знает, из тех, кто ничего не знает, это и говорят больше всех, поэтому, дорогой Евгений, сомнений не имеете в этом, но еще, знаете, есть такая заповедь, с мирскими о духовном не говори, потому что, ну, как Господь говорит, не мечите бисер перед свиньями, Христос сказал, вот, они потопчут его ногами и поперут вас потом, значит, еще развернувшись, а надо, как бы, смотреть, еще сказано, что после второго, третьего увещания отрицайся, сказать надо, но не до бесконечности же биться в одну и ту же стенку, раз стенка, значит, до свидания, поэтому, слушайте, жизнь такая короткая, тратите на всякие бесполезные разговоры, стыдные слова, почитайте, поищите, вам, засияет вам свет разума, Божий в голове, аминь и слава Богу, не засияет, значит, значит, такая голова, что свет Божий один и тот же, а голова такая, так, как поступить правильно, по-христиански, всех должно любить, значит, помогать по возможности, ко мне очень часто обращаются знакомые с просьбой дать денег на спиртное, вне жалих, они пропадают, потворствовать ли их гибели, я не хочу, как быть, спаси Господи, это пишет Рава Божия по имени Алла, уважаемая Алла, мне жаль не столько ваших знакомых, сколько вас, потому что у вас, как вы пишете, мне очень часто обращать знакомые с просьбой денег на спиртное, как-то вам так угораздило вас иметь много знакомых, которые приходят к вам часто с просьбой денег на спиртное, что-то вы так залипли, как бы, в такую странную компашку, я в танке горел, дай денег на водку, как бы, да, это что-то здесь, как бы, ну, какая-то веселая странность обретается в ваших словах, часто обращаются знакомые с просьбой дать денег на спиртное, где вы их нашли, этих знакомых, чтобы они прямо часто обращались, тут люди, которые работают на ликвироводочном заводе, и к ним это не часто, раз в неделю максимум, раз в месяц, скорее всего, да, ну, по городу там идешь, там, ну, просит, видишь, синий, как бы, значит, но это не часто, а вам как-то часто, поэтому здесь, как бы, как бы, прямо даже вот, вот прямо даже к вам, дорогая Алла, что это такое? Ну, смотрите, теперь шутки в сторону, давайте попробуем, как бы, серьезно об этом поговорить, все-таки давайте, как бы, раз это действительно ваши знакомые, это не просто, как бы, чужой человек на улице, пристающий к вам, вот с известной фразой, да, я в танке горел, дай денег на водку, если это ваши знакомые, тогда давайте так, баш на баш, то есть, дайте им Евангелие, то есть, я, я, псих, но мне кажется, что это самая важная вещь, что вообще, чтение Евангелия, вообще всех спасет и всех прозумит, я так надеюсь, дайте им Евангелие, и скажите там, Вася, вот читай, вот отсюда, вот досюда, вот прям при мне, читай, пусть Вася, как бы, запинаясь, заикаясь, там, сбиваясь, там, путая слова, прочитает главу Евангелия, может быть, первый раз в жизни, говорит, молодец, Вася, вот на тебе, там, по твоей просьбе, там, энную сумму денег, там, ну, это, конечно, не тысячи, конечно, а какие-нибудь, там, рублики, там, отрать их уже, как ты хочешь, так и тратят твое дело, Господь судья, как бы, значит, в общем, как-то заставляйте их там, выучить наизусть ученаж, прочесть главу Евангелия, потом давайте им деньги, если они так часто прям вас осаждают, если вам человек первый раз в жизни пришел, ну, ему, как бы, ничего не предъявишь, а если он постоянно приходит, говорит, раз ты меня просишь, попрошу тебя и я, давай-ка вот, начнем какой-то духовный труд, потрудился чуть-чуть, на тебе чуть-чуть денег, чуть-чуть же, там же речь идет о том, чтобы дать чуть-чуть, в общем, подумайте, каким образом можно этих людей, которые, ну, вроде бы пропадают, а может быть, это мы пропадаем, не меньше, чем они, или больше, кто их знает, кто там знает, кто пропадает, страшный суд все откроет, вот, странно будет видеть какого-нибудь забубенного алкаша выше в Царстве Небесном, чем какой-нибудь там великий духовник, но такое вполне возможно, так что мы не знаем, кто пропадает на самом деле, то есть будем осторожны в этих суждениях, но подвигайте их к какому-то духовному труду, и тогда совесть ваша будет спокойна, так мне кажется, может быть, я ошибаюсь, но думаю, здесь больше правды, чем в том, чтобы просто дать денег, Елена пишет, вы говорили, что нужно ходить в Храм Божий хотя бы 52 раза в год, ну, столько в воскресенье, столько в году воскресенье, но у меня работа часто попадает на воскресенье, работа такая, что я сама себя хозяйка, могу уйти в любой момент с работы, как мне думать, хожу ли я на работу по воскресеньям во благо семьи, или же это ради наживы я не хожу в Храм? Хороший вопрос. Значит, если бы ваша работа была без всякой демократии, то есть, как бы от сих до сих, как бы, и не чирикать, тогда вы подневольный человек, ну, как подневольный, просто вас на блесо ближе, так сказать, положение обязывает. Если милиционер, там, или там, солдат, офицер, то, значит, заступать на дежурство, значит, нужно по графику, и тут уже не важно, в Храм не в Храм, как бы заступай, или там, ну, это касается непрерывного производства, и пожарной службы, там, и летчиков, и железнодорожников. А если вы свободны уйти в воскресенье с работы и не уходите, но знаете, что в воскресенье нужно быть в церкви, на Евхаристии, нужно вместе с общиной местной хвалить воскресшего Христа, слушать Евангелие, назидаться проповедью, причащаться святых тайн. И вы этого не делаете, хотя можете делать, тогда грех вам. Если бы вы не знали этого и не были бы христианкой, тогда нету греха. Вам не вменяется в грех то, что вы не знаете, потому что вы вообще чужой, то есть вы пока что еще на стороне далечия. Мы не можем предъявлять христианские требования к нехристианам. Не можем. Мы не можем требовать, например, вы простили там кого-то, если вы не христианин. От христианина мы можем требовать, ты должен простить, во Христе простить должен. А не христианин этого не поймет, и мы не можем требовать от него. Мы не можем требовать, чтобы ты в воскресенье там, скажем, молился, он говорит, я вообще не верующий, ну и до свидания. А вот с верующего мы можем спросить, как бы, значит, ты веруешь, веруешь, почему ты не приходишь? А я работаю. А ты можешь не работать? Могу. Ты можешь и работаешь? А у меня в воскресенье единственный день, когда я могу поехать на дачу. А на дачу у меня там патиссоны, кабачки, значит, там, огурцы такие, огурцы сякие, с пупырышками, без пупырышков. Ну, классно. Достойная замена воскресшему Иисусу. Да, прекрасно. Ведро тебе огурцов в руки, с ним иди на страшный суд. Покажи Христу огурцы свои. Ими оправдишься. Ну, это я, конечно, говорю жестокую шутку, потому что страшно с огурцами прийти на страшный суд. А у меня вот, у меня вот, да, короче, слушайте, перестаньте мне мылить мою и так лысеющую голову. Воскресенье? Богу. Слышите? Богу воскресенье. Что это еще за фокусы? Как бы, я могу не ходить, но я хожу. Вы хотите все деньги заработать, наверное? Ну, флаг вам в руки. Зарабатывайте. Деньги такая изменчивая штука, такая материя хитрая. Они вроде бы есть, как бы, как мёд у Винни-Пуха. Глядишь, сразу нет. Вот. Они исчезают быстро. Вот. Они арестовываются на счетах у людей, которые там где-то кому-то не понравились. Они воруются из кармана ворами. Они тратятся там, не пойми куда, как бы, как бы, исчезают, как пар на солнце. А вы желаете все деньги заработать. Вы там великую помощь семье оказываете. Вы гораздо большую помощь будете оказывать семье, если вы будете в храме. Если человек ходит в храм, хотя бы один человек из всей семьи, у вас есть там, например, братья, там, ясно, что у вас есть свои собственные дети, там, даст Бог супруг у вас есть, живой-здоровой, значит, у вас есть там мама, папа живой-здоровой, допустим. Или кто-нибудь уже упокоился, кто-то уже упокоился, там, дедушки, например, бабушки. У вас есть тетя, дядя, там, короче, у вас куст целый людей по родству. И если один человек ходит в храм Божий, сознательно ходит, не так, там, прийти, там, позевать, как бы, свечку поставить и уйти во своясь. Сознательно знает, что такое милость, мира, жертва, хваления, что такое херувимская песня, что такое со страхом Божиим и верою приступить, он все знает, да? То этот человек оказывает величайшее благо для всех своих сродников. Они, конечно, не понимают этого, ну и ладно. Я вообще перестаю считать нужным убеждать кого-то в чем-то. Не хочешь, да, в баню. Время только тратить с тобой, значит. Но я вам утверждаю, как на духу, что один молящийся стоит миллиона немолящихся. И там, один там зарабатывает деньги для семьи в воскресенье, а другой для семьи в воскресенье в баню ходит и на рыбалку там. Ну тоже для семьи, конечно. А для чего еще? Мы когда грешим, то мы для чего грешим? Ну для семьи, конечно. У нас самая бетонная отмазка это для семьи. Ты почему воруешь? Для семьи. А ты зачем там детей под юбкой держишь? Для семьи. Все же для семьи. И из всей вот этой, вот этой, как бы, коллектива этого, так сказать, ай-яй-яй коллектив. Один человек ходит в храм. Он один для семьи, по-настоящему полезен. Он там поменет, там, того, 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 того. Скажет, ай, Боже, простишь ты нас всех, Господи. Там вздохнет раз, говорит, бедный ох, а за ним Бог. То вот это будет и помощь для семьи, слушайте. Ну когда вы это все поймете? Уже страшный суд скоро, как бы, вы все спрашиваете еще там, а нужно читать «Отче наш» или не нужно? Нужно. А нужно, там, покаяться перед Богом в грехах своих? Надо. А что тут спрашивать элементарные вещи? Вас никто не держит на работе, так не ходите на нее в воскресенье. Какая работа может в воскресенье? Колокола звонят, людей на Евхаристию зовут. Идите, придите, все верные, поклонимся Святому Господу Иисусу. Слышали такую песню по Евангелии? «Себы приди крестом, радость всему миру». На все ночные вообще не ходят, а хамели совсем, как бы, до края, как бы. Все ночные, для кого служатся? Воскресное Евангелие читается. В воскресенье Христово, видевши, поклонимся Святому Господу Иисусу, единому безгрешному. Кресту, то мы поклоняемся Христе, и Святое Воскресенье, то я пойму славу. Никто не по это не славит. Потом, как вас возьмет за жабры всякая беда, вы будете пищать и спрашивать, а почему это, а за что это, а как это. Призрели Господа, ну и получат, значит, каждый, всем сестрам по серьгам. Ну ладно, уже все ночные. Даже надо заставить себя, Господи помилуй, еще же на все ночные пойти. Ну да, понятно. Бог судья, ладно. Но в воскресенье придите, поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Слышали такие слова? Это, кстати, все ночные. Нет, как бы, мы будем там вошкаться, заниматься там своими там, паять, лепить, подшивать, зашивать там, красить, мазать. Ну, мажьте, красть на здоровье. Господь кого-то называл любимыми учениками, видимо, считал их таковыми, пишет Екатерина. Как понять разделение на любимых учеников? Разве Господь не равно всех любит? Равно. Ну, смотрите, по человечеству, то есть, любовь Божия льется одинаково на всех по благодати. То есть, благодать Божия независно подается. Вот мы независно подчерпаем при способности подчеркнуть из этого неоскудевающего источника. То есть, дает совсем одинаково. Поэтому завидовать некому, на самом деле, ты тоже можешь быть таким. Ты можешь быть, как Златоуст, как Григорий Великий. Ты можешь быть, как Симеон Столпник. Можешь быть, как апостол Иоанн. Ты можешь быть, как любой человек, потому что дает совсем. Просто мы не можем взять. У нас, как бы, не хватает сил духовных мускулов. Значит, а по человечеству Господь Иисус Христос имел, конечно, какие-то симпатии. Вот. Он любил Марфу, Марию и Лазаря. Эту семью он посещал часто, у них отдыхал душой. Вот. Он выделял Петра из всех учеников, потому что Петр был горячий, смелый, прямой, без лукавства всякого. Он Нафанайла похвалил, что вот настоящий израильтянин, в котором нет лукавства. И он любил Иоанна, потому что видел в нем какую-то некую глубину, которую можно, понимаете, которую можно наполнить. Вот именно вот Богом наполнить эту глубину. То есть Иоанн был такой невзрачно щуплый молодой человек, но при этом он был очень глубокий. И Господь не мог не любить его за это, потому что Господь любит то, что видит. А видел он в нем какую-то такую, знаете, достойное вместилище. Потому что один человек как рюмка, другой как наперсток. Там капни-капли, он уже полный. А там рюмку чуть можно налить больше. В стакан еще больше можно налить, а в кушину еще больше. А в ведро еще больше, а в бочку еще больше, а в цистерну еще больше. А Иоанн, наверное, больше, чем цистерна. Он может как озеро глубокое. Вот такое, которое можно наполнить чистой водой. Конечно, Господь любил его. Потому что у Господа есть желание, чтобы люди хотели Бога и любили будущую жизнь, любили молитву. Он же говорил, что я принес с небес огонь. И как я хочу, чтобы он уже возгорелся. Чтобы люди загорелись, воспламенились тем желанием послужить Господу и ближним. и большинство людей как бы вообще, как бы им, ну извините мне за грубые слова, ну плевать людям на все святое. А некоторые хотели бы, но у них так мало места внутри, что они как бы тык-пык как бы и уже все, и уже хватит. Я уже больше не могу. Вот. Я почитал полкафизмы, я уже сыт по горло, я больше не могу. А вот Иоанн был глубокий, и поэтому Господни глаза видели в нем эту глубину. Ну, конечно, он любил его, потому что он видел, что вот сюда можно вложить любое сокровище, и его не украдут. То есть это совместно, это богомужное действие, мне кажется, это действие Христа Спасителя как человека и как Бога одновременно, как Бога человека. То есть здесь есть момент прозорливости и знания, и здесь такой момент такой человеческой симпатии, такой симпатии. Ну, как любой, например, мастер, там, художник, или там, скажем, какой-то музыкант, он же хочет иметь учеников. Не нужно ему много учеников, ему нужно хотя бы один-два таких вот смешленых таких пацаненка или девчушки такие, в которых глазки горят, такие ручки готовы там эту скрипку там пилить там сутками, или там вот что-то там рисовать, что-нибудь такое клеить, мазать, и он как бы он передаст им все свои таланты, все свои секреты, все, что он там годами нарабатывает. Это очень, а представьте себе, у человека нет, у него некому передать. Ты говоришь, давай я тебя научу, ты будешь виртуозно играть там на виолончели, а он говорит, да нет, я в футбол пойду играть, меня сюда привела мама, как бы я не хочу этим заниматься. Он говорит, давай я тебя вот научу, ты будешь разбираться как бы вот в искусстве фрески, например. Да никакой фрески не нужно, я буду айтишником, как бы, ну и все. И он как бы сидит, мастер как бы, и плачет, нет, некому передать. Сокровищ полно, как бы, значит, оно еще в руках, в голове, в памяти, некому передать. Вот Иисусу Христу очень нужно же было кому-то передать. Это Евангелие, значит, свое святое. Он нашел Иоанна. Да. Мы часто обращаемся к помощи святым, а можно ли ставить свечи за упокой святым и заказывать неусыпаемый псалтирь? Сергей спрашивает. Странно, друг мой, заказать неусыпаемый псалтирь за Николая Чудотворца. С тех пор, как он помер, как бы уже 1700 лет, как бы он по всему миру людям Божьим является и дарует им исцеление. А мы сейчас будем вымаливать ему спасение. Прости Господи, грехи работам Николаю. Все уже простил Господь Николаю. Он всех простил. А Николаю так особенно. Странно было бы нам служить панихидой по Серафиму Саровскому, правда? Это было бы как-то так диковато. То есть человек вообще при жизни еще более дюжинный раз сподоблялся посещение Девы Марии, Царицы Небесной, с разными святыми, там, с Климентом, Петром, с 12 девушками, мученицами. А тут мы будем, как бы, я буду там, например, да, если представляют, я буду молиться Богу там об упокоении старца Серафима. Это, конечно, такой абсурд, такой, да. Абсурднее не придумаешь. Вот что можно делать из того, что вы говорите? Это, например, раньше приносили колево. Колево. То есть варили специально зерно, услощали его там мёдом или сахаром, чем-то такое, да, как-то украшали там каким-то там ягодой или изюмом. И вот приносили в Храм Божий поминальное колево. У нас это осталось на день Фёдора Тирана, на первую неделю Великого Поста, первую субботу Великопостную. Мы делаем колево в память Фёдора Тирана. А раньше Фёдор делали колево в память всех святых. Там Сергий делал колево на всех святых, которых почитал там особенно. Вот это можно делать. Свечи ставить за упокой святых тоже абсурдно. Свечи нужно ставить в молитву святому, допустим, там, Георгию, Дмитрию, там, вообще там, Матроне, Варваре. То есть там, моли Бога о мне, святая Дева Варвара, там, моли Бога о нас, добрая душа, Матушка Матронушка, да? Вот свечи в молитву им, а не за них, потому что мы знаем, достоверно знаем, что они в Царстве Света. Они в Царстве молитвы, и там совершают своё молитвенное служение Господу, и за нас тоже поэтому ни свечи, ни сорокаусти, ни псалтирное чтение за святых не подобает. Они уже прославлены, и нам Церковь это открыла. Но можно варить колево в дни их памяти. Это, пожалуй, единственное поминальное действие, разрешаемое в отношении святых, божьих людей. Может ли женщина выходить замуж второй раз, если сама была инициатором развода и разрыва отношений в первом браке по причине собственного греха прелюбодеяния? Спрашивает, я не буду называть даже ваше имя на всякий случай, потому что вы как бы здесь исповедуетесь в таком, представите перед нами в таком смиренном виде, как бы вы открываете свой грех, то есть у вас был первый брак, вы где-то скакнули, значит, в левую сторону, в гречку какую-то запрыгнули, и ваш брак рассыпался по причине вашего прелюбодеяния. А теперь вы нашли другого человека и желаете с ним соединить свои жизни и спрашиваете, можно ли вам выйти замуж второй раз. Что касается церковного брака, то следуя строгой букве канона, строгой букве канона, каноны имеют строгость некую, но она часто сознательно облегчаема ради милосердия. Но вот по строгой букве канона человек, виновный в распаде брака из-за своего прелюбодеяния, не имеет права более претендовать, например, на второй брак или второе венчание. Вот второй человек, которому изменили, который оказался обиженной стороной, потерпевшей стороной в этом ситуации, он может, второй этот человек, в данном случае ваш супруг первый, искать второго брака и даже венчание. По строгости говоря, вам нет. Но по-граждански вы можете, конечно, ну, ясно, что лучше всего это все привести в форму, найти себе мужчину, который будет любить вас и вы его и будете жить с ним до сбокных смерти. В церковном отношении есть некая строгость. Хотя это все рассматривает обычно епархиальные архиереи, то есть им дана такая власть, право править Христово слово истины, то есть в рамках своей епархии выстраивать жизнь людей по закону Божьему, в рамках своей епархии. Поэтому там, где вы живете, вам можно, в принципе, пойти к архиерею и изложить епископу свою нужду, и епископы для этого и существуют, в том числе. И он должен, по идее, вникнуть в вашу проблему и понять, кто перед ним, что там, какова степень вашей веры, какова степень вашего раскаяния, и там он будет выносить суд свой епископский, он на это поставлен, он имеет на это право. А так вот, издалека, значит, можно здесь только сказать, что строгость канонов предполагает, что вам запрет на венчание второй раз, но по-граждански вы, конечно, можете сочетаться с мужем. Какова епископия вам за то, что было раньше, это пусть решит священник, которого вы будете исповедоваться и пресчищаться. Тоже издалека, через посредство компьютера, мне это неудобно делать, ибо лично я вас не знаю. Ни вас, ни вашего мужа, первого, ни нынешнего вашего сожителя или мужа, там, значит, как там, это уже, мне тоже пока неизвестно. Вот такая ситуация уважаемая сестра. Ну и некто Наденька, я надеюсь, это сама девочка пишет, как правильно причащаться в первый раз 12-летней девочке. Милая Наденька, значит, во-первых, во-первых, тебе нужно почувствовать, что тебе это надо. Наверное, потому что ты почитала, узнала, что вот это надо. Теперь, значит, тебе нужно знать, что, когда ты будешь причащаться, то ты будешь участницей тайной вечери, которую совершил Господь Иисус Христос, уже идя на страдания за всех людей. И до этого страдания он взял хлеб и вино и благословил то и другое и преломил хлеб со словами «Примите и ешьте это тело мое за вас ломимое во оставление грехов. Пейте от нее в сись, есть кровь моя за вас изливаемое во оставление грехов». Вот ты будешь есть и пить тело и кровь Господа Иисуса Христа. И будешь таким образом участницей тайной вечери вместе с Иоанном, Петром, Яковом, Фомой, Варфоломеем, Матфеем. Так что это вот для этого надо. И Господь сказал «Ешьте». То есть кто будет есть этот хлеб, будет мою плоть есть и будет жить мною. Я буду в нем, он во мне. То есть вот для этого это нужно, чтобы быть теснейшим образом соединенной с Господом нашим Иисусом Христом. Приготовиться к этому нужно будет очевидно прийти на исповедь. Ты уже взрослый ребенок, взрослая девочка, и там священнику, который будет собственно пропускать к причастию, который стоит как сторож перед чашей, на исповеди надо будет сказать какие возможно грехи легли на твою душу детскую. Еще детскую, но уже движешься в сторону от раковицы уже такой девушки и у тебя скоро уже будут такие уже более понимания о взрослых грехах, более страшных и тяжелых. Ну там может быть неправду говорила ты какую-то там скажем или с кем-то обижалась или смеялась над чужими ошибками или какое-нибудь плохое слово научилась говорить или взяла чужое или позавидовала кому-то или была ленива, горда или там слишком хотела всем нравиться. Ну мало ли там что-то может быть у ребенка твоего возраста. Вспомни пожалуйста подними так сказать совести с дна совести какие-то самые такие для тебя больные опасные нравственные вещи и покайся перед этим в этом перед Господом в присутствии священника. Я надеюсь ничего такого стыдного страшного в твоей жизни еще пока слава Богу наверное нет. И он тебе даст разрешение и помолится над тобой и допустит до чаши. Что-нибудь специально знаешь еще есть вот там разные такие книжки там такие правила к причащению. Надо будет найти пожалуй если у тебя может даже есть молитва слова в этом молитве к причастию почитай сколько можешь Наденька почитай сколько можешь одну две три вот почитай те которые тебе понятны и сколько можешь почитай вот эти вот молитвочки перед причастием чтобы настроить свой ум и сердце на приготовление к причастию. Много сильно не замаливайся потом вырастешь будешь много молиться пока что молись по чуть-чуть Ну вот, выбери храм, который тебе близко к дому и тебе по душе, чтобы тебе было там хорошо Конечно, нужно, чтобы родители знали об этом чтобы они были не против Да, наш ребенок придет причащаться Это хорошо, они должны знать об этом Это важное событие в жизни семьи И хорошо, чтобы они не были против Ну вот и все А в остальном, да, остальное сделает Господь Как митрополит Антоний такой был сурожский Он говорил, что однажды неверующий юноша встречался с верующей девушкой И она говорит, я хочу пойти в храм Он говорит, ну хорошо, я тебя снаружи подожду И она пошла, и там была на службе, и там причастилась И потом вышла, и они идут, когда там по своим делам дальше А он дождался ее, и так идет, так в метре, в двух от нее Она говорит, что ты меня не возьмешь за руку Он говорит, я боюсь тебе прикоснуться Представляете? Это митрополит Антоний говорит, это вам просто факт То есть неверующий человек, говорит, ты вышла другая Что-то с тобой такое, я тебя не узнаю Ты какая-то возвышенная и для меня недоступная То есть я не могу тебя просто взять за руку Я тебя боюсь, ты другая Это вот причастие делает такие вещи с человеком Так что мы вообще другие Просто мы этого не замечаем по глупости своей А вообще-то мы, конечно, другие Когда причастимся Вот и тебя это ждет, милая девочка И ждет это, в общем-то, и всех Потому что Господь говорит, пейте от нее Все Слышите? Все Мы все должны причащаться На этом мы заканчиваем нашу сегодняшнюю встречу Хотел немножко раньше закончить Но Не тут-то было Вопросы были, в принципе, хорошие Всем спасибо И Господь наш, любящий каждого человека Да поможет всем вам Вот решить все, что у вас там накопилось Кому куда ходить Кому с кем дружить Кому как жениться Кому как развестись Господи, помилуй Тут куча вопросов Но везде он Да будет вам помощник Аминь и Богу слава Субтитры сделал DimaTorzok